Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Все-таки добрались. Новосибирск. Хорошо бы там, не очевидные сумасшедшие. Полковник, посты целые и фон растет. Сумасшедших, похоже, не будет. Дома все не целые. Сэр, что там с радиацией? Восемь разов выше, чем в Москве. И по-прежнему растет, полковник, сэр. Думаю, лучше тут на поверхности долго не быть. Ну что, готов, Артем? Давай за мной. Мы вас победим. А пока вы тут все сложнее, чем мы надеялись. Времени нет, так что пойдем на пролом. Пройдемся по плану еще раз. Ермак. Аврору уведем на юг, на грузовую станцию Сибирская. Я на вашей карте отметил. Степан. Мы с Крестом, Сэмом и Идиотом отправляемся в корпус института в Академгородке. По пути заедем в железнодорожный музей. Может, для Авроры что-то найдется. Мы с ТТ на охране Авроры. Отлично. Мы с Артемом проверяем центральное здание института. Фон здесь сумасшедший. Так что попробуем пройти через метро. Ну, начали. Спасанцы, удачи всем. Увидимся на точке сбора. Удачи. Ни пуха, дружище. Смотри, не увлекайся там. А то я тебя знаю. Вы идете на задание, чтобы спасти тетю Аню, да? Да. Ты, пожалуйста, присмотри за ней, пока мы с Артемом не вернемся. Договорились? Конечно. Мы с Мишкой будем ее охранять. Правда, Мишка? Мишка, пост принял. Тихо, тихо. Она только заснула. Вы уже идете? Да. Надеюсь, успеем. Аня сильная. Она вас дождется. Обязательно дождется. Вы только возвращайтесь. Спасибо, Катя. Заходи, Артем. Видишь, приступ удавалось остановить. Так что не волнуйся. Пульс четкий. Она просто вылупилась слишком. Теперь до завтра проспект, наверное. Возвращайся скорее. Для нее это будет лучшим лекарством. Удачи, Артем. Ваше снаряжение, полковник. Спасибо, Катя. Артем, тут тебе не Москва, где ты месяцами прогуливался. Черт его знает, что тут за мутанты водятся. Подумай хорошенько, что взять с собой. Я жду у машины. Артем, принимай снаряжение. Ушки я почистил. В рюкзаке весь остаток ресурсов патронов вам нужнее. Ним��алла. Время. 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 Продолжение следует... Готовы? Готовы. Ну, Артём, вот он, твой шанс. Последний. Ты меня понимаешь? Очень на это надеюсь. Поклоним. Артём, ты смотри, по скоронам не будет никогда. Дорога тут точно не чищена. Удачи, ребята. Кроме нас ей надеяться не на кого. Сколько вагонов стоит? Похоже, эвакуацию провести не успели. Попробуем подняться на площадь за зданием вокзала. Вход в метро где-то там. Так, пешком было бы легче, но из кабины лучше не вылезать. Меньше радиации схватим. Ну, рискнём. Ну, а как тебе дорога к мечте? Не жалеешь? Вижу, жалеешь. Только давайте переживания. Сейчас засунем куда подальше. Артём, мы справимся. Похоже, там можно выбраться. Держись, счёт тряхнёт. Держись, счёт тряхнёт. И смотри, сколько машин. Военные всё перекрыли. Похоже, на крыло в раздор эвакуации. Да, тут мы хрен спустимся. Вход в метро совсем замело. Артём, давай за баранку. Я по карте смотреть буду куда дальше. Времени круги нарезать у нас нет. Так. По карте. Вход в метро тут недалеко. Судя по карте, эта дорога ведёт в центр. Давай вперёд, но поглядывай по сторонам. Может, будет где спуск в метро. О, сколько снега. А буря всё усиливается. А, дико выглядит. Дома целая, а город мёртв. Может, в Москве всё же лучше, а? Чёрт, ладно. Ладно. Давай направо, деваться больше некуда. Давай в раку, налево. Только не торопись, а то застрянемся не тёрт. Давай по прямой. Аккуратней, Артём. Аккуратней. Да, шторм усиливается. Фон тоже растёт. Долго мы тут не протянем. Смотри, давай туда. Так обратно на проспект вырублен. Аккуратней, Артём. Аккуратней. 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 Тут похоже, танк пошёл. Давай садим. Всё. Приехали, чёрт. Потери. Дальше на своих моих. Аккуратней. Сейчас будет большая разрядка, и где-то за ней, вот на станцию. Осторожно, с ним. 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 А на это что скажете, а? О, блин. Еще ляжут. Приготовься. О, блин. 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 Николай Иванович, это Фёдоров с 12-го участка. Тут такое дело. У нас пистолет рука со всем Бодосибирской твоей осенью поменяли. Поселишь, Димаик? У тебя там народ сочинало как раз. Не могу. Тут течет. Тут теперь военные не пускают никого. Зато радиопротектор скоро разорвать начнут. Ага. Так что мне? Зелёнка, это из Тереково. Не смотри. Зелёнка, это мировая вещь. Лучший мультфильтр. У тебя пару месяцев по кулике, пока всё устроится там. В общем, давай потом при встрече. Понял. Давай. Добро. Смотри, сколько пыли. Давно тут всё заброшено. Ага. Вот значит, как они тут выживали. Радиопротектор. Зелёнка эта, которую военные раздавали. Артём, осмотрись тут. Может, найдёшь что-нибудь полезное. Потом запас кончился. А радиация так и не упала. Ну и всё. Осторожней, тут всё прогнул. Смотри, в воду не свалить. Чёрт. Снова тупик. Мост обвалился. Обычно в таких коллекторах можно пройти снизу. Спускаемся. Попробуем обойти. Здесь можно пройти снизу. Приятности. Попробуем обликнуть. Сами зашифров approach. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДШК ДимаTorzok 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 Им тут, похоже, не до шуток было. Пришли, черт его! Эти ворота нам не открыть. Ладно. За мной! Попробуем вернуться в технические помещения. Значит, местные все-таки выжили. С Новосибирском связи у нас никогда не было, но мы считали, что и у них глушилки. Сразу после войны комитет обороны решил скрыть все. Смотри, сколько пыли. Давно тут все заброшено. Может, найдешь что-нибудь полезное. Все электро строились похоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вставай! Давай подсозрой! Ура! Вставай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь не пробегал, я бы заметил. Посмотри с той стороны, а я здесь поищу. Бояться нас нечего. Мы просто хотим поговорить. Ну, Артем, держи. Стоять. Куда пошел? Попался. Ты чего убегал? Ну, чего молчишь, солдат? Зовут-то тебя как? Рядовой Кирилл Хлебников, отряд специального назначения ОСКОМ. А больше я вам ничего не скажу. Хлебников, значит так, рядовой. Мы не желаем никому вреда. Отведи нас к своему командиру. Как это не желаете зла? Я же из ОСКОМ. Вы что, не с ними? С ними? Не знаю, кого ты имеешь в виду, но если они убивают детей, то мы точно против них. Так что можешь смело везти нас к командиру. А зачем вам к командиру? У нас важное задание. Подробности можем сообщить только твоему руководству. Так что веди. И тем более, деваться тебе все равно некуда. Хорошо. Только смотри без фокусов. Нам сюда. Тут уже недалеко до станции. Какая это станция? Ну, проспект. Какая еще? Оттуда до института всего один перегон. Цель близко, Артем. Стой. Все чисто. Ну, идем. Вот вы сказали, цель близко. Но зачем вам институт? Ха-ха-ха. А ты настойчивый. Задание у нас. Больше сказать не могу. В институте? Так оттуда давно всю зеленку вынесли. Какие там задания? Что еще за зеленка такая? Не знаете? Подождите. Вы вообще с какой станции? Артем с ВДНХ. Я из полиса. А? А это где? Это в Москве, боец. Сейчас. Танец. Черт, мать. Садите меня! Скорее! А на это что скажете? 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 Где нам его теперь искать? Нельзя было его от себя отпускать. Живой! А вы честно из Москвы? Честно. Я полковник Мельник. Командир группы особого назначения. Артем мой боец. Мы прибыли из Москвы на поезде. Обалдеть просто. Подождите секунду, я ворот открою. Я вас за мятежников сначала принял. У нас тут война была. Это мы заметили. Уютно у вас тут. А где все? Отец на задание ушел, а больше нет никого. После войны никого не осталось. Ничего себе. Ядерную войну город пережил, а вот гражданскую. Давно вы с отцом вдвоем остались? Почти год уже. Нам повезло. Целый ящик зеленки дырят. Как у богачей. Так и выражали. Артем, смотри. Спутниковая карта. Вон та налина, где вы с Алешей потерялись. Откуда это у вас рядовой? Сталкеры из центра спутниковой связи принесли. Давно уже. Отец, говоришь, на задание ушел. А когда он вернется? Не знаю. Давно? Месяц назад. На связь уже три недели уже уходит. Понятно. Знаешь, куда он пошел? Что за задание? Да в центр этот. Мы весной собирались уходить из города. Вот он за картой попадания и пошел. Говорил, с картой точно найдем чистое место. Ясно. Рядовой, нам нужно воспользоваться твоей радиостанцией. Артем, попробуем связаться с Авророй. Я пойду за картой. Надо им сообщить. Аврора, как слышите? Это Мельник. Полковник, слышу хорошо. Как вы вышли на связь? Меняем план. Мы нашли выживших. Они говорят, что центр связи цел. Я иду туда за картой. Артем, в институт. Принято, полковник. Как там Аня? Все еще спит. Постарайтесь там поскорее. Катя говорит, у Ани начинается новый приступ. Она настолько ослабилась, что... Аврора, повторите. Прием. Аврора, как слышите? Прием. Черт. Опять помехи. Артем, если его отец действительно вычислил чистое от радиации место, это шанс для Ани, для ребят, для всех нас. Шанс на новую жизнь. То, что такое, которое тут acquiniere на пол. Я пойду за картой. Когда будешь лекарства, встретимся здесь, потом вместе за машиной. Подождите! Без антирада на улицу нельзя! Осталось три ампулы. Папа для выхода из города берег. Отлично, парень. Артем, ты можешь пока подготовиться. Вон, у них тут верстак, что надо. Что, по душе рельса моя? Бери. Тебе она, пожалуй, больше пригодится. Только про патроны не забудь. Скажешь, в общем, когда будешь готов. Артем, ты фильтры не забыл восстановить. Там будет негде. Может, это приплочек? Ну-ка, что у нас тут? Скажи, Кирилл, а как все же получилось, что вы с родцом остались одни? Зеленка. Антирада не осталось почти, а без него смерть. Дальние станции взбунтовались, комитет послал солдат. Ну и началась война. Ну дальше, кто в боях, кто при пожаре побит? Входы охранять некому, но мутанты со всех сторон сразу и прорвались. Ясно. Прости, что напомнил. Да ничего, я привык. Ага, вот она где. Я так понял, что вон та вентиляция ведет на станцию. Да, вон да. Потом через станцию и в правый тоннель. Это внутримышечная. Введите, если плохо станет. Спасибо, боец. Вот благодаря чему они выживали все это время. Ну что, готов? О, с Богом. Помни, ради чего мы все это затеяли. Жизнь моей дочери, твоей жены в твоих руках. Вперед.